Саша, привет. Привет. Так, я вроде разобрался, мне просто... Ты меня слышишь? Нормально? Саша, смотри, у нас идет запись, поэтому ждем пока людей. Если что, пиши в чате. Окей. Окей. Всем привет. Вероника, видно, что запись идет у тебя? Да, идет, видно запись. Она автоматически будет записывать на область. Понятно, понятно. Продолжение следует... ...or омитет. Окей. Мария, здравствуйте. Мы тут еще ждем людей немножко и начнем через минутку-две. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте. Нет, я у вас в первый раз. Я вообще особо не знала, что это за мероприятие. Вот, ну, отключилась из интереса. Добро пожаловать, да. Что-то придумывать. У нас будут проводиться небольшие беседы с решением задачек всяких таких из жизни. Даже можно сказать, это не какие-то такие сложные математические или физические задачи, а просто такие, которые можно применить в любых сверх жизни. А сегодняшний план нашего, это сначала мы расскажем про роботическое искусство. Потом у нас запланировано, что у нас запланировано? Примеры этого искусства. Потом бредсторминг. Ну, можно просто пофантазировать на тему, что можно с чем совместить, потому что в DimaTorzok могут быть разные взаимосвязи очень. Вообще не явно вещи связывают с обычными. Мария, вы из ДМО или нет? Да, я из ДМО, с факультета биотехнологий. О, круто! У нас все обожают. Ну, просто вот здесь вот человек от 3, да, наверное, как раз обожают биотехнологии. Да. А что именно из биотехнологий? Очень интересно. Какая специализация? У меня специализация называется «Качество безопасности пищевых продуктов». А, нет. Это мы сейчас изучаем дополнительно, но у меня специализация «Функциональные продукты питания и функциональные назначения». Просто у меня все смешалось, я еще на дополнительном курсе по качеству безопасности пищевых продуктов. В общем, вот. Круто. Полезная информация. Да, на самом деле полезная, потому что у нас уже даже есть проекты, касаемые биотехнологии и продуктов. Поэтому это очень интересно. Ну, вот помимо таких запланированных встреч, как сегодня, и как будет следующая встреча, через две недели с лекцией, мы пригласим рассказать о робототехнике из ЭТМО человека. И, помимо этого, у нас еще планируются такие расслабленные встречи, где мы будем встречаться, надеюсь, чаще оффлайн в пространстве Air на Васильевском острове. И там можно будет с чаем и с печеньками обсуждать уже спокойно, без всякого плана, а очень так расслабленно. Мне кажется, что это тоже будет очень интересно. Ну что, предлагаю начинать уже 19.09 вообще-то. Значит, про робототехническое искусство. Сейчас мы сделаем такую. Пока Гарри там настраивает, я просто хотела сказать, что можно спрашивать спокойно, задавать вопросы. Если что-то не понимаем, мы вместе все это выясним, потому что современное искусство, оно довольно сложное, но в то же время очень интересное. И арти-сайенс в том числе. Вот поэтому будем вместе исследовать. Да. Так. Ну что, я включаю демонстрацию камня. Вот у нас робототехническое искусство или роботическое искусство. В общем, это такое искусство, в котором используются роботизированные или автоматизированные технологии. Вот. И есть много областей робототехнического искусства. Одна из них – это искусство роботизированных инсталляций, то есть такой тип искусства инсталляций. Одна из которых – искусство… Ну, то есть этот тип запрограммирован так, чтобы реагировать на взаимодействие зрителя с помощью компьютеров, датчиков, исполнительных механизмов. Вот. Таким образом, будущее поведение таких инсталляций может быть изменено при участии художника или участника, что отличает его от других видов просто кинетического искусства. Вот. Вот. Зародилось оно где-то в 60-е годы. И, ну, сейчас у нас роботы – это уже типичные представители нашего времени, которые уже начинают внедряться в общество. И интеллектуальная машина сейчас становится таким обычным явлением распространенным. Роботы у нас уже дома в кино, искусстве, в науке, в технологиях. И, ну, сейчас тоже человечество, конечно, задается такими философскими вопросами о том, вообще, какое место займут роботы в нашей жизни, смогут ли они заменить ученого, смогут ли они заменить художника, и к чему вообще это все может привести. Вот. И одна из основных черт этой области, вот этого робототехнического искусства – это деятельность в реальном времени. То есть связь между искусством и информатикой, она рассматривалась как проблема материального пространства передачи. И поэтому один из центральных аспектов робототехнического искусства – это как раз материальное пространство передачи – социальное, критическое. Вот. И сейчас, например, есть очень разные работы, которые, ну, вот это актуальные вопросы, да, может ли искусственный интеллект создавать ценные произведения, будут ли они считаться произведениями искусства, и кто автор, например. Вот это вот такие сейчас вопросы, которые актуальны как раз в современном научном искусстве. Вот. Компьютер – только это инструмент художника или его ученик? Может быть, это его конкурент? Может быть, потом авторство вообще станет неважным или незначительным? Или автором будет тот, кто создал этого робота или обучил нейросеть? Вот. Как творчество присваивается современной художественной системе? Можем ли мы представить себе будущее, в котором произведение искусства будет носительными роботами? Ну, вот такие вот философские вопросы. А вот, собственно, работы, которые нарисованы роботом. Это разными роботами. Вот сейчас я покажу несколько работ. Это вполне такие художественно выглядящие работы. Вот. Это две разных работы, просто на одном слайде. Вот, например. В общем, тут использовали разные алгоритмы, и это разные все роботы делали. Просто это как такие, одни из таких самых удачных, может быть, примеров. Но не только эти примеры самые удачные. Я еще много чего не показала. Вот. Предлагаю теперь Веронике показать некоторые примеры о том, где и когда, и как это все использовалось. Вероника, мне демонстрируете экран? Правильно? Да, да. Можешь, пожалуйста. Да, да, да. Хорошо. Да. Так, вот здесь представлена работа Кена Ринальда. Автотелематические паукоботы. То есть это роботы, которые представлены в виде пауков. Вообще, интересный момент, что считается, ну, считалось, когда мы говорим слово робот, нам сразу представляется что-то антропоморфное, некое такое существо, похожее на человека, с глазами. Вот. На самом деле это совсем не так. И могут быть разные вариации. И вот идет в последнее время тенденция на как раз роботов, которые представляют природную жизнь, жизнь из природы. И вот, например, вы можете видеть, здесь представлены именно пауки в виде роботов. Вот. Можно дальше, пожалуйста? Да, да, да. Вот, например, компания Fiesta Bionic. Bionic это вообще, я не знаю, Мария, может быть, вы подскажете или знаете, но вообще это наука, она прикладная, которая изучает и создает различные системы, которые схожи с природой. Но для прикладного производства, для производительной далее системы. И вот Fiesta это немецкая компания, которая как раз разрабатывает таких роботов. Вот вы можете здесь видеть, это вообще небольшое видео, но я думаю, что мы не будем пока сейчас показывать именно это. Здесь вот и кенгуру можно видеть, и паука опять. Затем рыбка вот слева, от нас летучая мышь. И вот этот вот справа, который изображен, такая рука с липучкой на конце, это было вдохновлено хамелеоном, у которого, который может любую насекомое или любой элемент, который ему нужен, брать языком, который очень липкий. Вот именно этот робот был этим вдохновлен. Можно, пожалуйста, Галя, дальше? Следующий слайд, да. И вот здесь вот включить видео, пожалуйста. Это именно называется «Эмоциональная бабочка». Это тоже этой компанией. Да, да, включи просто. Там должно быть вообще без звука. Давай посмотрим. Звук можно бы включить. И они, что интересно, мимикрируют под настоящих бабочек, и у них есть зарядка на 10 минут. Они летают вот в пространстве определённом, потом подзаряжаются. И это один из самых лёгких роботов, которые были сделаны именно этой компанией. Они там 32 грамма весят. И вообще это как роботы-дроны. И могут они передвигаться с помощью своих крыльев, которые сделаны. Также стоят определённые датчики, которые не дают им между собой сталкиваться. И также это всё в реальном времени переключается на компьютер. И теперь перейдём непосредственно к самим арт-объектам, которые были созданы с помощью роботов. И один из таких пионеров и уже классики робототехнического искусства – это Луи Филипп Тэмер, его название «Слепой робот». Был сделан в 2012 году. И здесь, что вообще представляет собой этот слепой робот? Это руки роботические, которые имеют на конце пальцев определённые датчики, с помощью которых он ощупывает человека, сидящего перед ним. И затем данные, которые он собрал, они выводятся на экран. Но здесь вообще художники и художник, он поднимает такую проблему того, что сели ли бы люди и вовлеклись бы в диалог с этим роботом непосредственно взаимодействие, если бы, например, он не был слепым роботом, то есть если бы его так не назвали, если бы это был настоящий, именно человеческий, человекоподобный робот, то смогли бы они спокойно так с ним взаимодействовать и как-то показывать свои эмоции. Также здесь важна как раз вот эта эмоциональная связь, которая, который хотел добиться художник с помощью этого своего произведения. И вот дальше, если переключишь, пожалуйста. Это видео, там русский будет говорить по-русски, а внизу будут английские субтитры. Не-не, не надо, не надо, там всё хорошо. Он так и должно быть. Это я поставила таймер специально. Поняла. Сначала не поняла, а теперь поняла. Так, показывай эту команду теперь. Почему-то она не хочет показывать. А, не хочет. Ну ладно, можно, в принципе, не показывать. Мы видим. Тогда переключи, пожалуйста, на картинку. Картинки обратно. Да, назад. Ага, да. Вот. Я не знаю, у меня есть такой вопрос. Кстати, в 2015 году этот робот, он был, его привозили в Ткачи, в Санкт-Петербург, в пространство. Не знаю, может, кто-нибудь был тогда, на тот момент, в Ткачах. И это была выставка роботов. Да, я тоже не была. Просто у меня такой вопрос. Вы бы сели и взаимодействовали с этим роботом вживую, а не так, как мы сейчас, например, смотрим? Да, конечно. А почему? Интересно. Да, на самом деле, вот я бы тоже села и как-то с ним, не знаю, познакомилась, но, наверное, есть те люди, которым страшно это делать, но, может быть, в какой-то момент они тоже себя пересиливают. Поэтому здесь такая очень, ну, грань тоже идёт эстетическая с одной стороны, вот, а с другой, да, я думаю, что иногда пересиливает вот эта любознательность. Так, теперь дальше. Спасибо, Галя. Да, а теперь тут не очень хорошо видно, но здесь просто написано, что, скорее всего, это картинка, картинка облаков наиболее красивая, и я вот, например, люблю смотреть на небо, иногда там идёшь, останавливаешься на дороге и смотришь просто, как плывут облака, но мы не можем, ну, точнее, я, например, не могу, может быть, думаю, что вы тоже потратить целый день и сидеть, наблюдать за облаками. Это, конечно, очень хотелось бы мне, например, но не думаю, что я смогу это осуществить, хотя хотелось бы. Так вот, есть робот, который сделает это за нас. Можно, пожалуйста, переключить? Следующий слайд. Он был создан, точнее, это как бы робот, часть робота, потому что это камера состроена тоже датчиком, который фиксирует облака, и он был создан в 2006 году Дугласом Бэкнеллом, называется классификатор формы облака, и его задача заключается в том, чтобы он эстетически после того, как он запечатлеет облако, эстетически воспроводил его на разные поверхности, либо также на сайт он выгружал, где люди могли голосовать за самое красивое облако, и вот на примере картинки справа вы можете видеть, что стоят два человека, и один он слева нажимает на кнопочку, потому что он голосует за определенную картинку облака. То есть в чем заключался сам проект? Этот робот, камера, стоит целый день у окна и наблюдает за облаками, и через каждую минуту он фотографирует небо с облаками и загружает их на сайт, и затем смотрит, она анализирует и смотрит количество активности на этом сайте, то есть кому понравились какие картинки, и в зависимости от этого, то есть с эстетической стороны он создает дальнейшие фотографии. Вот, и здесь очень интересный такой момент тоже этого робота, хотя он был создан в 2006 году, но мне он показался очень красивым проектом. Вот так, можно дальше, пожалуйста. Меня слышно? У меня вопрос, а как это работает? Как это работает? Это нейросети, которые обрабатывают? Да, вообще там было сказано, что там были нейросети Python-C и Linux, вот, и они как бы, ну, анализировали там лайки, я не знаю, какие-то комментарии насчёт этих фотографий, которые были сделаны им, облаков, и как бы из-за этого, ну, в ходе этого, да, они там, он, этот робот, он улучшал качество снимков, он нафотографировал, ну, как бы ракурс брал другой, как я понимаю, вот. Ну, ты прав. Так, вопрос еще какие-нибудь про тот предыдущий проект? И также я хотела бы рассказать про произведение также Луи Филиппа Демера, называется «Зона В5». Вообще, «Зона В5», вы можете увидеть, что это определенный участок зрительной коры головного мозга, и это была целая инсталляция, в которой, когда человек входит, на него смотрят очень много, не знаю, сотни глаз роботов, и вот здесь мы уже видим прям похожий на человека скелет, точнее, череп человека робот, и их глаза, вот вы можете видеть на картинке справа наверху поближе, они следили за человеком, который находился в этой комнате, то есть они передвигались по тому пространству, куда шел человек, и на самом деле немножко страшновато, я думаю, ощущали себя некоторые зрители, но я бы, например, очень хотела побывать в такой комнате, чтобы почувствовать на себе взгляд роботов, потому что тут же опять можно поставить вопросы, чувствуем ли мы также взгляды, когда идем просто по улице или там, не знаю, в метро, и делаем ли мы какие-то разграничения между тем, что это просто человек, тот, который даже мы не знаем, но он наш как бы индивид, либо это какая-то машина, которая за нами наблюдает. Как ты думаешь, а было бы это менее крипово, если бы эти камеры были сделаны в виде черепушек, чистей черепушек, или не кажется, что он просто манипулирует этим, на какие-нибудь такими потаинными страхами, типа там боясь черепа, ну, все в таком духе, да, типа там боясь смерти, все такое подобное. Да, я согласна с этим, что как раз для того, что нас это на что-то наталкивает, более такие подсознательные ресурсы, то это становится более психологическим вариантом. Да, конечно. Вообще, в принципе, наверное, с глазом, глаз сам по себе тоже наталкивает на какие-то определенные внутренние ощущения. Да, вот самоочеловечивание. Да, 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 да. Даже, мне кажется, не череп, а вот именно то, что это глаза. Да, 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 да. Видите камеры, которые знали? Да, спасибо. Да, Саша, я тогда останавливаю демонстрацию, ты сам включаешь, да? Да. Всем привет. Получается? Да, я надеюсь, вам видно все. Так, ну, про двух художников, про которого уже один из них уже был упомянут, это Луис Филипп Демер и Билл Уорн. Это вообще, можно сказать, это первые люди, пионеры, которые начали заниматься роботическим искусством и которые привели его к популярности какой-то. Вот, в общем, прекрасные люди, прекрасные мужчины, которые делали и делают прекрасные вещи. Их самые, один из самых первых проектов, которые они создали в сотрудничестве, называется Двор Чудес. Это такой вымышленный роботизированный мир, где создана такая биосистема из киберорганизмов, то есть они все живые, двигаются, то есть занимаются своими различными делами, то есть каждый имеет свою какую-то индивидуальность. Могу вам видео включить, здесь вы будете слышать. У меня нет звука. Ну, в общем, там нет особо никакой информации. Да, там различные роботы. Дальше вот сейчас покажу. Вот тут представлены различные схемы. Там робот-попрошайка, робот-преследователь, крадущийся робот, робот-еретик и так далее. И каждый из них выполнял какую-то функцию и создавал этот мир, в котором они все жили. То есть это идея какая-то постгуманистическая, когда уже мы концентрируемся не на человеке, а уже на каких-то других организмах, и организмах даже не биологических. То есть это уже могут быть даже машины. Вот и дальше схема. Вот, довольно интересный проект. Ну и следующий. Так, проект — это «Инферно». Вы, наверное, многие слышали о нем. Это один из самых популярных, самых громких проектов этих двух художников, который был показан на «Арсэлектронике» 2016 года. То есть проект предлагает зрителям выйти на сцену и стать непосредственными участниками какого-либо перформанса. Для этого они надевают роботический костюм, из-за скелеты доверяются управлению своими движениями в машине. То есть структуру перформанса авторы позаимствовали у Данте. Подобно грешникам в божественной комедии, они предавались мукам, соответствующим погрешениям в круге ада. И участники «Инферно» попадают в такую техногенную преисподнюю, где они повторяют какие-то одинаковые движения и они не управляют своим телом. Сейчас я... Вы не слышите звук, да? Сейчас, секунду, может быть. Ты звук слышишь? По идее, должен передаваться. Я слышу. Ну, тогда просто посмотрите, как это все выглядит. Саш, я прошу прощения. Там просто если демонстрировать экран, как только включаешь демонстрацию экрана, внизу будет галочка «Демонстрировать звук еще». Я думаю, что из-за этого, скорее всего, не слышно. Попробуй еще раз просто включить демонстрацию и галочку. А, все, прекрасно, спасибо. Ты меня выручила. Пожалуйста. Пожалуйста. Работает? Да. Да, все, готово. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, если вам вдруг захочется на техно вечеринку, но вы не умеете танцевать, я думаю, это прекрасная возможность пойти на такой перформанс в будущем. Ну вот, довольно интересный, все у него проекты связаны с каким-то взаимодействием между человеком и машинами, пересмысление роли машин в нашей жизни, то есть зачастую в многих проектах, как и в том же слепом роботе, который я тоже добавил в свою презентацию, который ставит механизм на роль какого-то осознанного существа, и художники экспериментируют и задают вопрос, как человек может взаимодействовать. В такой ситуации... Субтитры сделал DimaTorzok Это мальчик так страшно дышит. Это мальчик так страшно дышит. Ну да, это добавляет кого-то антуража, конечно, но ты уже не думаешь, что это слепой ли это робот, зачем он трогает твое лицо. На самом деле на разных выставках это, ну, как Вероника хотела показать видео, и в Россию они приезжали, и различные варианты исполнения были. И на самом деле от варианта исполнения самого перформанса, самого конкретного работы, который находится на конкретной выставке, зависит от их впечатления. То есть это такая достаточно ультимативная работа, которую можно и показывать, и интерпретировать в разных плоскостях, так сказать. Это все, что я хотел показать. Есть какие-то вопросы, может быть? Почему у нас звук дублируется? Почему у нас звук дублируется? А, потому что Саша демонстрируется. А, потому что Саша демонстрируется звуком. Да, я уже все выключил. Так, я останавливаю демонстрацию. Саша, спасибо большое за примеры. Очень интересно. Так, кто-то еще рассказывает про примеры или все? Все, да? Теперь я еще расскажу про два примера. Так. Я сейчас звук у нас тоже должна включить. Вот, кто вчера был на... Не вчера, Дмитрий Морозов рассказывал нам про инсталляцию как раз с роботизированными установками. Я не знаю, могу сначала отключить видео. Ну, в общем, работает это так, что это гибридная установка. Она использует химические и физические реакции. И она управляется своим поведением и синтезом звука. И состоит она из блока управления и трех основных роботов. Один робот подключен к химической реакции, другой к термодинамической, да? Ну, физической реакции происходит, да? И третий к звуковому механическому процессу. И получается, что еще там используются камеры, то есть происходит реакция, все анализируется компьютерным алгоритмом с камерами. И проект, получается, основан на реакции Белозерова-Жебатинского. Это вот такая красивая реакция. Ну, вот здесь она одна. Это образовываются такие круги. И, собственно, это как самоорганизация из хаоса. В общем, на этой реакции основан проект в том числе. И все вместе взятые, они создают новую, такую более сложную систему, друг на друга влияя. Вот такой проект. Продолжение следует... Ну, вот получается такая роботизированная система, которая состоит из физических реакций, химических и генетических объектов роботизированных. Опять пошел интернет. Ну, это термодинамическая реакция сейчас была. Реакция Белозерова-Жебатинского. Это один из моих любимых роботических объектов. Потому что там непонятно уже, что на что влияет и живет своей жизнью. А еще Стелларк, который делал третью руку роботическую. И она управлялась у него мышцами ноги. То есть датчики были подключены к мышцам, мышцы сокращались. И вот эта вот третья рука, она... Вот картинки сейчас будут меняться с фотографиями его. То есть тоже вот стоит вопрос, насколько роботические системы или роботы могут интегрироваться в нашу жизнь. Насколько это нормально, насколько это помешает нашей жизни или ее улучшит. Где та грань, где уже начнет мешать, например. То есть вот такие вот варианты. Ну, собственно, зачем все это нужно? То есть это тоже такой вариант, как бы, понятно, что это больше сейчас искусство, чем что-то функциональное. Но все равно это может перерасти куда-то. Роботический хвост. Вот, в общем, такие примеры. Что еще хотела сказать, что роботы, это получается механическое существо. Он, оно тоже обладает какой-то степенью автономности. То есть он тоже может что-то сам делать, сам решать. Возможно, какие-то... За ним есть вот эти... Остается его свобода какая-то. И вот в проекте, да, который Вероника показывала про слепого робота, там же тоже страшно. А что он решит? Почему страшно к нему сесть? Что он решит тебе? Заного схватить, например, самое безобидное. Может, еще что-то и похуже. Поэтому тут действительно, насколько ты доверяешь роботу, насколько ты доверяешь разработчикам, получается. Вопрос сложный. Вот, сейчас есть такое предложение. Да, во-первых, вопросы, может быть, какие-то есть по тому, что сейчас было? А если нет... ВТОЛЬ, да. Подожди, у меня... Да-да-да. Вот про ВТОЛЬ, проект ВТОЛА... О, ВТОЛЛА, ВТОЛЬ. Извиняюсь. Там музыка, она наложена была? Или это прям звуки, которые воспроизводились из-за вот этих реакций физических и химических? Да. Да-да-да-да-да-да. Это именно звуки, которые воспроизводились из-за вот этих всех... Да, то есть там, получается, как все на все влияет. Вот. Заные системы. У Дмитрия спрашивали, он говорит, да я уже не помню. Я там что-то придумала, я уже забыл, как там. Это было классно. Вот, поэтому, на самом деле, это очень сложно понять так сходу. Самоорганизующиеся конструкции рассматриваем под разными углами. Роботы подключены к главному блоку управления, и посредством звука и движения представляют один из трех происходящих процессов. То есть каждый робот, он движется отдельно. Один подключен к звуку, второй к термодинамической реакции, третий к химической. И они вместе создают новую систему, потому что влияют друг на друга через алгоритмы и их сами, и их свои собственные движения. Вот, как-то так. И движение этих всех химических реакций, в общем. Там такое сложное влияние всего на все, и вот это вот создает такой звук, который меняется. Да. Спасибо. В общем, есть такой вариант развлечения сейчас. У нас есть список, и у нас есть генератор случайных чисел. Сейчас я опять запущу демонстрацию. Так. Вот. Вот у нас есть просто разные всякие понятия. Ну, я не знаю, как это назвать, но это разные всякие слова, понятия из жизни, и в основном из головы, не только моей. То есть тут просто все, что пришло в голову, называется. Что может быть использовано в искусстве, и не может даже быть. Вообще все может быть, поэтому нормально. И теперь берем генератор случайных чисел. Смысл в том, что мы берем роботическое искусство, и потом еще два числа, и потом думаем, что с этим можно сделать. Итак, нажимаем первое число. 14. 14, а второе число у нас будет 18. Мне уже страшно. 14 – это животные, а 18 – нагрев. На костре были. Так себе сочетали, на самом деле. Ну, как бы непонятно, что с этим делать. Вот. То есть можно сейчас подумать над тем, как сочетать робототехническую часть роботов, да, грубо говоря, животные и нагрев. Вот что из этого, какой художественный проект из этого можно сделать? Это просто задача для того, чтобы повеселиться и разогнаться. Какой протез? Бионический протез для животных. Бионический. Бионический протез для животных. Да? А нагрев? Да, но надо еще нагрев. Нагрев. Там будет лампочка. У меня есть тоже вариант. Например, собака бежит, мы к ней подключаем. Ну, не собака, может быть, просто какое-то животное. Значит, у нее есть датчик, она бегает, снимается температура тела. Чем температура выше, тем у нас будут выше показатели, которые отправляются на, допустим, какое-то роботическое устройство. То есть собака управляет роботическим устройством, и в зависимости от температуры ее тела, в принципе, оно как-то изменяется. Нагревать собаку не надо. Тоже интересно. Ну да. Жотных тоже не очень хочется нагревать. Да. А еще можно сделать, например, этот бионический протез для животных теплым, и тогда, может быть, он будет воспринимать его как часть себя. Ну, это мне такая пришла сейчас в голову идея. Вот. Да, да, хорошо. Ну что, есть еще безумные идеи? Какие-нибудь можно говорить? Может, если мы нагрев рассмотрим? Если нагрев рассмотрим не как нагрев как бы чего-то определенного, ну там предмет, например, а как индикатор, то есть та же самая лампочка или звук какой-то исходящий, то можно... Я сейчас просто про жаб вспомнила. В общем, есть проблема того, что в Сестрорецке из разлива жабки, точнее, они занесены в Красную книгу, и там в определенное время они переходят в болото Сестрорецкое, но они переходят через дорогу, на которой ездят машины, и их давят. Они умирают. Вот если бы мы бы могли... Ну, то есть, ну, это как бы жабы, они не совсем... Нет, это животные, наверное, к классу животных. Не знаю, насколько они подходят, но решим, что да. Ну да, подходят же вроде. Да, да, мне то, что кажется. Да, вот, если бы в тот момент, когда они же холоднокровные, или не холоднокровные, надо будет об этом почитать побольше. Почему всё всплывает так сразу? Я запишусь. Короче, что ты хочешь с ними сделать? Так, в общем, да-да-да, что у нас будет робот, который будет предупреждать машины, или там останавливать как-то по мере их продвижения по этой дороге от того... Он будет брать датчики от вот этих лягуш, ой, жаб, когда они будут приближаться, например. То есть они же как-то... Либо они холоднокровные, то есть, наоборот, у нас идёт не нагрев, а как бы в обратную сторону нагрева. Ну, датчик может их зафиксировать. Ну да-да-да, хорошо. Да-да-да, вот. И роботы этого сразу украдут, мне кажется. Ну что, ещё какие-то идеи есть или ещё какое-нибудь попробуем в сочетании? Ну, в общем, вот, например, 27 и ещё, например, 32. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, у меня, на самом деле, этот список несовершенный, потому что тут может совместиться то, чего как бы не очень хотелось бы из одной когорты. Так, 27. Машинное обучение, 32. Музыка. Робот, машинное обучение и музыка вполне можно сочетать. Ну, я вот... Концерт роботический был. Машинное обучение и нейросети, это же можно объединить, наверное. Зря я их разбила. Ух ты. Надо нам разобраться. Может, Рома, может, ты подскажешь сейчас? Мне кажется, что машинное обучение, это всё-таки нейросети, это раз. Ну, в общем, мне кажется, что Рома уже у нас ушёл. Нет, по-моему, это, ты знаешь, это одно и то же. Они же обучают нейросети. Стыдно, да? Стыдно. Вот вы какого-то такого не знаете. Ну, ладно, мы и справимся. Нейросети. Допустим, нейросети и музыка, и робот. Здесь вообще много чего можно придумать. Нейросети и робот. Обучаемый робот. Концерт. Концерт роботов. Ну, да, это простые даже какие-то такие. Банайщины, короче, с читами такое. Ну, ничего, бывает, из простого что-то вылезает. Хорош. Ладно, можно ещё последнюю комбинацию попробовать. Тридцать и семь. Злоба экспериментальная у нас тут. А семь — это социальные институции. Спасибо, Ксении. Я так и знала, что это уходётся. Ну что, кто-то интересный. Робот, звук, экспериментальные и социальные институции. То есть мы должны как-то внедрить робота в социальные. Представляете, робот-библиотекарь, например, сидит. Экспериментальным звуком влияет на то, чтобы тишина должна быть в библиотеке. Например. Ультразвук. Да, 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 ультразвук. Это же весело. О, ещё какие идеи. В музее можно, если бы это был смотритель музея. Да, да, да. Но он не в виде человека, робот, а, например, паук тот же самый. И он выходил, лазал по стенам и наблюдал за людьми. А если что-то не так, то он бы... Это классно. Такое надо посадить на почту, на почту, которая посылки выдаёт. Он как паук. И он может за посылками, во-первых, бегать быстренько, потом он может влиять на людей тоже звуком. У вас много, я одна. И это как-нибудь в такой чистоте страшный. Люди сразу разбегаются. Или утешающую музыку. Знаете, такие релаксы, типа музыка. Ну да, в общем, это такое было упражнение из... Ну, такая креативная технология. В общем, это такое даже больше подурачиться, но зато этим можно немножко размяться, мне кажется. Ну, просто весело. Поэтому сейчас я расскажу про... А, кстати, знаете, интересный такой вот момент. Вот мы сейчас подумали, вот, допустим, кто-то ничего не сказал про эти вот сочетания. Ну, не пришла сейчас идея. А она возьмёт и придёт минут через 15 или завтра. Потому что мозг работает как компьютер, и то, что мы в него загружаем, мы можем сразу не понять, а потом оно срабатывает магическим образом. Значит, так, что я хотела сделать? Вот что. Рассказать я хочу про теорию решения изобретательских задач. Есть ли тут кто-нибудь, кто про неё вообще слышал или нет? Ну... Я услышу. От Гали. Слышала, да? От тебя. От меня. Отлично. Нормально. Так, значит... Что-то мне тут мешает. Это кошечка сейчас, наверное, вот так. Значит, что? Теория решения изобретательских задач была основана Генрихом Сауловичем Альшулером. Он в советские годы работал над этой теорией, чтобы помогать изобретателям, ну и себе в том числе, решать задачи, сложные изобретательские задачи. Потому что это вам не просто так возьми и придумай. Ну, арт-проект или стартап или ещё что-нибудь. В общем... Так, так, так. Ну, три состоит, да, из нескольких разделов. Это теория решения изобретательских задач, развитие технических систем и развитие творческой личности. И ещё там есть свои аббревиатурки, но это уже как подсистемы такие. Вот. Есть у него одна из книг многочисленных, потому что он мало того, что писал книги по этой теории, так ещё и под псевдомимом Альтов он писал фантастику, фантастические рассказы, научная фантастика вообще. И он говорил о том, что это очень важно, ну там, фантазировать вообще. Не обязательно там, можно читать фантастику, можно просто фантазировать, можно как-то всё это мониторить, и потом скажу как. И вот в этой книжке была такая цитата. Я вот сейчас расскажу историю немножко про конкретно Альшуера и про эту книжку. Значит, вот Альшуер Генрих Саулович. Он родился ещё в 26-м году в Ташкенте, автор Трис, в 31-м году приехали с семьёй в Баку, родители у него были журналисты, изобретал он с детства. И среди его первых изобретений был катер с ракетным двигателем, потом скафандр и пистолет-огнемёт. Первое авторское свидетельство на изобретение он получил в 17 лет. А к 50-му году, то есть ему уже было 24 всего года, он к 50-му году уже больше 10 изобретений делал. И наиболее значительный из них газотеплозащитный скафандр. Потом у него главной целью жизни стала разработка этой теории решения задач отобретательских. И основной постулат Трис, это технические системы, развиваются по определённым законам. И эти законы можно выявить и использовать для создания алгоритма решения изобретательских задач. Созданию этой теории он посвятил более 50 лет. Про книги, книги по творчеству. В общем, в 61-м году он написал в этой книге, как раз историю описал, которую я хотела рассказать. Книги по творчеству не всегда действуют так, как нужно. Вот он рассказывает про одну из них. Он пишет. «Однажды я увидел в технической библиотеке книгу с броским названием «Секрет изобретателя». Я почти вырвала её из рук удивлённого библиотекаря. Книга была совсем новая, она ещё пахла теплограбской краской. Я подумал, что завтра сяду за свой стол и во вся рожа раскрытых секретов. Книга была написана живо и увлекательно, но перелистывая страницы, я испытал такое ощущение, словно сквозь пальцы уходила вода. Дочитал последнюю страницу, и вот что осталось. «Неизвестно, откуда нахлынет идея. Из прошлого, может, со стороны. В каждом изобретении живут его предки, каждое изобретение брат своих братьев. Несчислимые пути, по которым приходят изобретения. Будь готов принять их с любого пути. Думай, ищи, пробуй, шагай». Это всё, что он… это основная идея книги. Потом он пишет, что чаще других к нему приходил инженер, немолодой, работавший над серьёзной проблемой. Он нашёл несколько вариантов решения, но все они оказались слишком сложными. Чувствовалось, что правильно решение лежит где-то рядом, но найти его никак не удавалось. И вот я представил себе, пишет Альшуир, как скажу этому человеку, неизвестно, откуда нахлынет идея. Думай, ищи, пробуй, шагай. И от одной этой мысли стало неловко. Я вернул библиотекарю пахнувшуюся по графской краской книгу с броским названием «Секрет изобретателя». И, видимо, всё-таки эта книга принесла свои плоды, потому что он стал активно думать над тем, как всё-таки сделать реальные работающие алгоритмы. Пишет дальше. «Лучше было честно сказать, я не знаю, как делают изобретения. Впрочем, очень скоро я мог ответить на другой вопрос. Как не делают изобретения, это тоже был большой шаг вперёд». Значит, он также вот говорит, что я имел все основания считаться крупным авторитетом в области плохих изобретений. Значит, примечательно, что ошибки были одинаковы в неудачных изобретениях, относящихся к различным областям техники. Тут проступала закономерность. И также напрашивался вопрос, вот то, что на слайде, что также закономерности могут быть в правильных приёмах. Просматривая старые конспекты, Альтшуллер натолкнулся на поразившее его высказывание Марксом. Дарвин направил интересную историю естественной технологии, то есть на образование растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных. И он оттуда стал, тоже его это вдохновило на то, чтобы изучить вот эти приёмы природы, видимо. Потом он создал таблицу удачных приёмов. Но также он написал, что это только подспорье для работы изобретателя, ведь не будет гарантии, что в таблице не будет пропущен тот или иной очень важный приём. И вот эта теория ТРИС, она сейчас активно дорабатывается всё ещё. Её преподают за рубежом, в Японии в том числе. То есть это на каких-то предприятиях тоже очень, на технологичных предприятиях её прям преподают курсами. Несмотря на то, что она была изобретена в советский год давно. И, собственно, в 1946 году он начал создавать эту методику. Ещё потребовалось самым детальным образом изучить историю многих отраслей техники, чтобы понять, как возникает потребность в изобретениях и как эти изобретения делаются. Уже в первые три года работы были проанализированы 4000 описаний различных изобретений. Он проделал огромную работу. Вот здесь немножко слайдов про принципы ТРИС. Принцип объективности законов развития систем, принцип противоречия, принцип конкретности. Мы их лучше потом будем подробнее рассматривать. Потому что я, честно говоря, сама не мастер ТРИС. Я сама хочу в это всё вникнуть. Но что касается, например, принципа противоречия, это то, что должно быть в каждом изобретении. Потому что если нет этого принципа противоречия, то нет задачи, которую нужно решить, какое-то противоречие устранить, собственно. И изобретение, оно лучше. То есть нам нужно прогонять изобретение по трём вот этим принципам каждый раз, чтобы изобретение имело каждый из принципов, да? Ну, это в том числе. Но потом, когда изобретение уже... Я потом расскажу, там есть алгоритмы. Я сейчас покажу немножко. Хорошо. Спасибо. Я сейчас брала, например, примеры для такого как бы краткого экскурса, потому что ТРИС, она изучается полномерно. Но я думаю, что это очень поможет нам на Art and Science, например. Ну и другим ребятам любым, потому что это во всех областях. Вот. Ну, это просто комплекс, вот направление ТРИС. Вот здесь можно посмотреть направление ТРИС, развитие творческого воображения, развитие творческой личности. Это как формируется вообще качество личности. Ну и вот сама ТРИС — это решение задачи. Успешно ставить, решать задачи при помощи определённых инструментов. Не просто думай, иди, шагай, да? У меня вопрос появился. Вот нейронные сети, например, для искусственный интеллект, его возможно обучить вот этим вот, вот этой теорией? Или... Думаю, что да. Это невозможно. Думаю, что да. Это хороший, кстати, вопрос. И можно даже погуглить, может быть, это кому-то уже пришло в голову. Потому что сейчас же нейронные сети, ну, такие умные. Да, да. Можно обучить на проверку каких-то... Ну, интересно, потому что каждая задача, уже как бы конкретная. То есть надо забивать, наверное, какие-то параметры задачи. Вот это вот было бы очень интересно. Аль Шуер бы, я думаю... Да, эти более есть. ...парат у вас. Что включает в себя теория решения задач? Механизмы планомерного преобразования проблемы. То есть сначала... Сначала создается образ решения, потом подавление психологической инерции, потому что часто нам могут мешать уже знания, которые у нас уже есть. Потому что они могут блокировать поступление новых идей, и они вот сидят у нас, и они вот мешают нам. Поэтому это вот психологическая инерция тоже есть такая. Ну, не только в том, что я сказала сейчас, это более обширный термин. Информационный фонд, консервный опыт. Основное положение ТРИС. Власти системы развиваются по определенным законам, которые могут быть выявлены и использованы для сознательного решения задач. Без случайного блуждания, без смыслных проб. То есть это действительно то, что люди в основном делают, которые не знакомы с этой системой. Вот АРИС дальше будет немножко освещен. Это алгоритм решения таких задач по пунктам прям. Вот некоторые приемы, которые применяются в ТРИС. Ну, это все ТРИС, просто АРИС – это алгоритм. И, собственно, мы рассмотрим несколько задач, где будут некоторые приемы как раз применяться. Вот сейчас это просто слова, их не очень понятно, что там почему. Ну, изменение агрегатного состояния, да, это понятно. Делать наоборот. То есть это все на примерах понимаются все вот эти вещи. Алгоритм решения задач. Вот, ставится ситуация изобретательская. Что нам нужно изобрести, для чего? Какие там цели? Потом ищется в противоречии. Например, устройство должно работать, но в то же время оно должно не потреблять энергию, не работать. Такое может быть в противоречии. Или… Не могу сейчас придумать. Или тратит очень много… Тратит очень много чего-нибудь. Например, тратит очень много энергии. Ну, например, устройство должно… Да, да. Например, устройство должно поглощать много энергии, но при этом у нас есть ограничение питанию этого устройства. Например, нет таких систем, которые запитают на такое количество. То есть такое может противоречие быть, которое будет устранено другим способом получения этой энергии. Вот. Потом формулируется идеальный конечный результат. Что мы хотим видеть в идеале. Вот. И дальше можете посмотреть с нами физическое противоречие, поиски способа устранения. Мне нравится конец. Правда ли вы? Сейчас не будем это все разбирать, потому что это достаточно замутно, это лучше на примерах все. Вот. Просто видно, что да, вот есть такой алгоритм. Три основных… Мне нравится конец, что… Извини. А, патенты. Там надо… Да, да, да. Стартап. Начало стартапа. Тоже можно было вставить. Вот. А это, между прочим, изобретение, ну, получение патента. Видишь, не так уже и неважно. То есть придумываю, получи патент. Три основных требования. Достоверность, корректность, наличие. Ну ладно, мы это сейчас быстро так просмотрим, потому что это не очень… Вот. Вот что интересненько. Откуда брать идеи? То есть реально, это не просто какое-то абстрактное там, откуда брать идеи, думаю, ищи. Есть сайт, altshuler.ru. Там есть вот такой вот раздел. Это прям скриншот с сайта. Регистр научно-фантастических идей. Он его создал вот по той причине, которая здесь описана. Хотел понять, как возникают принципиально новые идеи, каков механизм прогнозирования будущего. И, вероятно, у каждого из нас есть большой список книг, которые мы хотим и собираемся давно прочитать. Вот. У меня просто давно… Ну там какие-то такие списки книг, которые я уже даже забыла, где они и вообще где их искать. Особенно иногда хочется почитать какую-то фантастику, помимо учебы, еще что-нибудь, вот. Но чтобы понять, да, какие-то идеи получить. А здесь это совершенно волшебная, секретная такая. Ну, конечно, не секретная. То есть никто не знает. Вот. Сайт. На нем прямо регистр вот этих современных научно-фантастических идей. Ну, сколько они современные, можем судить, не знаю, там. Сейчас посмотрим. Они на самом деле очень современные. Вот. И прямо там таблицы. Вот такие. Я тоже сделала несколько скриншотов с этого сайта. Там их очень много со ссылками на книги, откуда они взяты. Вот, например, меня интересует там тема времени и пространства. Вот, пожалуйста. Превращение времени в энергию и обратно. Это уже описано было в 60-м году. В 80-м. Вот. Пространство рождает вещество. Это же круто. Ну, то есть вот как пространство рождает вещество. Тоже арт-н-сайенс проект можно сделать. А вот как это придумать, это уже ТРИС может помочь. Вещество рождает пространство. Пространство рождает время. Идея пока свободна. Это его же, видимо, какие-то идеи, которые он туда включал. Ну, это на самом деле такая идея. Из современной, по-моему, теории пространства. Вот второй скриншот тоже как пример. Вот. Кибермодели. Да, у нас роботическая сегодня тема, поэтому я вот зашла в роботический раздел. Вот. Электронное устройство получает заранее записанный импульс и считает, что оно живет. Может быть, мы тоже живем так? Вот это уже лемом написано. То есть нам не нужно вот прям все читать. Можно просто быстро посмотреть и найти. То есть читать тоже нужно, просто это помогает. Мы и сами в некотором роде телевизионные изображения, которые кто-то передает. Жизнь, наша действительность не более, чем огромный храм. Но это же было до Матрицы, правда? Это же 67-й год. Ну, то есть это вот симулякры, виртуальность, вселенная как голограмма. Вот оно давно было очень. Может ли машина мыслить? Машина только тогда сможет мыслить как человек, когда она будет иметь все то, что имеет человек. Родину, семью, способность по-человечески чувствовать свет, звук, вкус, тепло и холод. Но тогда она перестанет быть машиной. А это уже написал наш дорогой Альтшулер, Альтов. Вот его всегда не может ли машина мыслить? По-моему, замечательная цитата про то, что если у него будет семья у этой машины. Вот насколько мы можем очеловечить машину? Нужно ли нам это? Ну, вот эти вот эксперименты социально-роботические, мне кажется, очень интересные. Они будут внедрены сначала в искусство, потом осмысленные философски, и потом уже на основе их у нас просто будет меняться мир. Слишком пафосно, да? Так. Да, да. Как захватить вселенную и не попасться с амитаром? Место киберустройств эволюции разума. Вот человечество будет вытеснено киберустройствами, обладающими намного более высоким уровнем разума. Это же 64-й год. Вот у нас это современная теория сингулярности, да? Когда мы достигнем точки такой, когда машины превзойдут человеческий разум. Об этом было уже написано. Леман. Вот. Идея возможности жить в состоянии непрерывного усовершенствования. Решатся ли люди передать машинные функции науки? Решатся ли люди включить самоуправляемые, принципиально не могут еще иметь тормозов в машине открытия? Тоже классно. Вот еще немного примеров, пожалуйста. Извиняюсь. Мне кажется, что некоторые примеры уже даже в жизни могут быть. Потому что вот если мы посмотрим про медицину, то есть же эти роботы-хирурги или маленькие роботы, которые в капсулах потом, ну, их запускают в вену, они раскрываются там внутри и бляшку достают. Точнее, забирают и выходят обратно через вену. То есть, с какой-то стороны это уже даже реализовано, но, наверное, немножко идейно преобразовано, я бы так сказала. Да, согласна. Ну вот, это уже идут роботы, которые создают произведения. То, о чем мы говорили вообще вначале и то, что происходит сейчас. Вот сегодня я буквально прочитала новость про робота, который на основе 3D-моделей, созданных человеком, создает скульптуры. Я еще не изучила этот пример, но вот сегодняшняя прям новость. Швейцарские ученые создали. Киберкритики тоже интересные, да. Критики чего? Искусства, например. Булатов Дмитрий говорил, да, о каких-то цифровых кураторах. И что ему не понравился, по-моему, результат. Вот. Вот как раз примеры задач того, как решаются с помощью 3D-моделей этих инструментов такие вот задачи. То есть это реальная ситуация, которая была решена крепостным каким-то. Вот. В 17-м веке на реке Урал построили множество плотин с водяными мельницами, приводившими в движение фабричные станки. И в 19-м веке фабрики оснастили паровыми машинами, а по реке решили пустить пароход. Вот. Но как убрать сваи, вбитые в дно? Это стволы лиственницы сибирского дерева, которые в воде не гниет, а становятся еще более прочными. И таких стволов, крепко затянутых иглом, из дна реки торчит множество. Как быть? Ну, тут кое-кто уже знает решение, потому что рассказывала про Ники, Маше. Вот. Может быть, есть какие-то предложения тех, кто не знает? Ну, например, самый дурацкий, что придет в голову, что, как можно убрать вот в 17-й век. Это далеко очень было, там дорог, не знаю, особо не было к этому месту. Кто что предложит, какие можно решить? Какие варианты решения будут? Бобры. Запустить бобров. Бобры. Где взять столько бобров? Ну, это хорошие люди, это интересно. Как их заставить перегрызть вот эти вот... А их не надо заставлять, они сами, когда видят материалы, что есть, свободные, доступные, они начинают обустраивать себе жилища. Это у них, ну, как бы в крови. Природные рефлексы такие. Единственное, грызут, когда они древесина под водой. Они более чем, можно сказать, то, что они даже под водой в свою хатку заплывают, у них хатки... В общем, они в своей хатке ныряют как бы, а сама вот эта камера круглая, где они живут, она уже как в земле находится. То есть они всё время ныряют, чтобы попасть в свой дом. А если они отгрызут так, что всё равно будет цепляться эта свая? То есть, ну, как это регулировать так, чтобы они именно все их, во-первых, убрали, и как бы под корень, чтобы они не мешали судоходству? Ну, идея живая, интересная. Они очень сильные и активно могут убрать основную массу, а уже доделать можно за ними какой-то техникой. Техника — это сложный вопрос в XIX веке, тем более, что не проехать. В общем, есть ещё вот такое противоречие, это как подсказка, ну, даже подсказка или даже уже как приём, который используется. То есть устройство для вынимания свая должно быть, чтобы освободить дно реки, и такого устройства быть не должно, чтобы сохранить идеальность системы. Идеальность системы в плане, я не знаю, я имею в виду. Природные системы. Ну да, 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 чтобы природа не поменялась. В общем, способ должен быть максимально дешёвый. Мы просто, ну, с Бобраем, на самом деле, такая интересная тема. Вот вообще в задачах ТРИС там как бы считается, что если решение какое-то придумано, то оно уже есть. То есть там нет такого, что это неправильное решение или ещё что-то. Это может быть несколько решений у задачи. Например, вот решение. Вбитые в нос тволы помогла выдернуть река. Каждой свае привязали другие брёвна и оставили плавать на реке. Когда река замёрзла, весна, ледоход его весь вытащил. То есть вот такое вот изящное было решение, предложено каким-то буквально крепостным. Зверенинным какого-то. Вот. Потом. Ещё, например, задача. А, вот это, что здесь было использовано? Принцип посредника – это использовать промежуточный объект, приносящий действие. Это вот как раз из тех принципов, которые там были в слайдике. Насколько предложен способ идеален, неизвестно, можно поспорить. Да, то есть, ну, тут есть свои везде какие-то недостатки у каждого решения. Но вот это действительно было решено именно так. Вот это историческая задача. Вот другая задача детская, весёлая. Капитан Набрунгель и его помощник Лом принимают участие в посветной парусной регате на яхте «Беда». Во время одной из остановок им пришлось принять на борт стаю белок, спасавшихся от лесного пожара. Попытка пристроить зверушек в местный зоопарк не увенчалась успехом. Таможенные власти грозят конфисковать яхту за незаконный ввоз скота. Как быть? Вероника и не мальчики. Оформить его как-нибудь? Как их оформить? Что это товар? Мясо? Или... Ну вот, противоречие. Белки должны подпадать под категорию, подлежащую таможенному оформлению. Поскольку они животные. И не должны подпадать под такую категорию, чтобы избежать компенсификации яхты. Может, их как мех оформить? Мех? Прикольно. Вау. Вау. Забавно. В общем, капитан Аврунгель, он... Да, ну-ка, ну. Может быть, как техника, ну, то есть, как помощники в тех... В технике. Как сказать? Что они помогают пароходу, о яхте крутить там, не знаю... Да, да, да. Какие-то эти приборы. Вот. Ты реальный человек. Сходу прямо... Нет, мне кажется, что была такая похожая. Первый раз сегодня видит. Вот. Врунгель, знающий морское право, знал, что не подлежит описи вот этой вот техникой действительной. Вот белый запастилев барабан, где они принялись работать лапками. Принялись работать лапками, приводя на выдвиге три акта движения. И все. Таможенники ничего не смогли сделать. Вот приемы. Мобилизация вещественно-болевых ресурсов. Принцип обратить вред в пользу. То есть, как мы можем использовать то, что нам мешает? В хорошем таком ключе. Ну, пример фантастический. Но демонстрирует, как вот ресурсы надо улучшить. А вот сложная более задачка такая. Это уже инженерная прям такая. Вот тут у нас детский сад был, там историческая. Вот такая инженерная. При производстве строительных работ иногда бывает необходимо разрушить стену панели рисовая железобетона. Железобетон, в котором применяется металлическая арматура, отличается повышенной устойчивостью к разрушению. Вот, и его из-за этого еще хуже не разрушить. Как же разрушить железобетонные изделия наиболее эффективным способом? Ну, я не знаю, есть инженеры? Я помню, когда у вас в жизни. Может, подогреть как-то надо? Так, еще кто-то, может быть, хочет что-то сказать? Подожди, давай подумаем. Интересно же. Ну, вот. Сцепление между бетоном и арматурой должно быть сильным, потому что таково свойство железобетона. Сцепление должно быть слабым, чтобы разрушить вредный свет. Такие... Нужно как-то повредить. Вообще там, по-моему, нагрев и есть в решении. Подожди. Смотри. Там что-то реклама. Нет, ну, действительно, здесь действительно производится еще поле, которое... Электрический ток. Я бы в жизни не догадалась, потому что такая вот из инженерной части, это просто для примера, как вообще может, что вообще происходит в ТРИС. То есть, там, Рома у нас инженер, да, вроде, но он, по-моему, выше уже. Да, да. Ну, вот. Арматура расширяется, бетон зажмется, пропустите ток электрический. Это пример просто такого серьезного. Ну, вот принципы. Термическое расширение как раз. Видишь, нагрев. Это и есть нагрев. Ну, и последняя задача. Интересная задача. Штефик проводил время в госпитале для ветеранов, придаваясь размышлениям. В материальном отношении у него все плохо, и он решил, как же можно спланировать улучшить свой бизнес. Он припомнил, что в большинстве прачечных выглажены на рубашке, как на кусок картона, ну, как в магазине. Не взяли найти здесь возможность улучшить систему, превратить в бизнес. Что бы предложили мне? Вот такая задача. То есть он хотел улучшить картон? Ну, то есть не картон что-то делать, да? Да, что-то с этим картоном нужно сделать. Манекен, что ли? Картонка это и есть как манекен, а как башка. Просто прачечный. То есть у него денег не было, Джон, теперь все у него плохо, и вот он думал. Почему бы он ему сделать? И вот эти вот картонки, которые в прачечной просто, они их закупали по каким-то ценам. И потом возвращали одежду уже на этих вот картонках. И он подумал, что можно сделать с этими картонками. А, вот еще есть противоречия. Новый продукт или услуга должны быть, чтобы организовать свое дело. И их быть должно, чтобы сохранить идеальность системы. Ну, то есть, чтобы работала, продолжала прачечная, чтобы эти картонки там оставались. То есть, грубо говоря, все было так же, но не совсем. То есть, эти картонки должны возвращаться обратно? Функционировать, в принципе. Не обязательно. То есть, они их не возвращали. Они приносили люди домой эти рубашки и выкидывали картонки просто. Стены, например, обклеивать дома, при постройке дома. Нет, это очень странно. Ну, а он-то с этого что получит? Если даже люди и догадаются обклеивать этим стены, то что ему от этого будет? Может быть, на них что-то он писал на картонках? А, нет, это... Например? Новости или... Ну, вот это прачечное. То есть, что-то связанное с этой прачечной. А как ему деньги зарабатывать этим? Он писал что-то, да, действительно. Он был как пиарщик, может быть? Да, хорошо. Подожди, подожди. Вот, кто ему платил? Да-да-да, это очень близко. Прачечная платила ему за то, что он делал для них рекламу на этих картонках. Да. Реклама только ему платила не прачечная, видимо, а рекламодатель, наверное, кого он рекламировал. То есть, если ты в эту прачечную ходишь, ты же не будешь ее уже, как бы, ну, я знаю, окей, я не ухожу. То есть, они рекламировали там другие товары на этих картонках. Но потом он столкнулся с такой штукой, что, ну, люди просто выбрасывали эти картонки сразу, рекламу не читали. Как теперь вот было сделать так, чтобы они их оставляли? Это то, что ты сказала вначале, ты уже говорила это слово. Что они на другой стороне печатали, что? Ну, не новости, а что еще нужно? Может быть, расписание какое-то? Ну, они там печатали кроссворды и советы всякие для домохозяек. Ого! Люди их оставляли. Вот это гео! И они даже, да-да-да, они еще столкнулись с тем, кто-то, какой-то жаловался человек, что его жена стала гораздо чаще отправлять в прачечную рубашки, чтобы получить побольше этих картонок. А-а-а, ничего себе! Получить вместе с картонками новые рецепты и советы. Да. В сути, такой прием, мне кажется, в журналах сейчас у нас, ну, не сейчас, а которые раньше были, там печатались, да, в двухтысячных, наверное, что всякие кроссворды в конце всяких газет, какие-то анекдоты, я не знаю, и так далее. Да. Ну, в газете это нормально, видимо, а там просто картонка из прачечных, это весело. Да. Вот, ну, вот, в принципе, я рассказала. Мне нравится, хотя бы. Да-да-да. Вот, поэтому, кто хочет действительно его поглубже поизучать, пожалуйста, можно продолжить на наших встречах. Вот, еще я прям, мне прям безумно нравится, я на самом деле забыла, что этот сайт есть, и сегодня в процессе подготовки, вот, презентации я его нашла. То есть, ну, вот, там, Диальд Шувер, вот эти вот идеи из фантастических рассказов выписывает, мне кажется, что это просто... Мне почему-то сразу хочется прочитать все эти фантастические рассказы. Ну, да, но времени нету никогда, вечно. Это, да, то зумы, то лайны какие-то сумасшедшие. Поэтому, да, к сожалению, почитать, я вот сейчас тоже начала одну книгу читать фантастическую, но еще не закончила. Как наука объясняет магию. Очень интересно, кстати, в то же время. Вот, ну что, есть какие-нибудь у кого-нибудь вопросы, предложения? Предложения, я имею в виду, по улучшению встреч, может быть, вы хотите что-то привнести, что-то обсудить, что-то, не знаю, новое сделать? Я хочу больше задачек. Задачки, это да, да, задачки, задачки можно. Есть целый сайт, кстати, я могу сейчас скинуть в чат, где вообще эти задачки я брала. Да, скину что-то. И может быть потом в чат клуба? Ой, да, в чат клуба. Да. Спасибо. Да-да-да. Сайт могу скинуть вот этот, вот, Альтшуллер, если кому-то нужна. Да, это тебе. Ну, этот Альтшуллер, он настолько вот молодец, потому что там, конечно, нужно потратить какое-то усилие, чтобы это все изучить и перешать эти задачи, но мне кажется, что вот эти, имея вот эти приемы, и памяти, и орудия ими, это будет прям уже сильнее гораздо. Все, мы просто тыкаемся куда-то, и что-то, думаю, может так сделать. Так, сейчас найдем. Вот интересно с технической стороны посмотреть, ну, как бы для меня, например, там, не знаю, для Гали, для тебя тоже, наверное, больше техническую часть, да, как бы как это работает вот в реальности, потому что я могу придумать много чего, что не работает. Вот, посмотреть. Ну, наверное, есть и те, кому хочется более такое идеологическое художественное видение. Вчера Морозовым когда-то занимались, кто-то приводит пример, и он говорит, да, тут есть арт, но нет сайенса. Потом приводит, и говорит, да, тут есть сайенс, но нет арта. Очень сложно. Мария, спасибо. Да, вот в чате написалось. Спасибо, что были с нами тоже сегодня, послушали нас и поучаствовали. Надеюсь, что кто-то что-то полезное узнал, во всяком случае. А вот не могу найти. Очень интересно было, особенно про нанороботов, которые доставляют лекарства или там тромбы удаляют. Да, действительно, это очень перспективно вообще. Да, да. Вот, сейчас я скину сайт вот этот вот. Ага. Я прям сразу, наверное, сброшу вот этот регистр идей. Да, да. Жесть. Чтобы не искать. Ну вот, ну и главный тут тоже главный треночек. Там и книги, по-моему, и были списаны. Ну и в чат мы тоже скинем еще. Нашла, нашла задачки. Да, на самом деле, вот интересные, как бы, да, художественные работы, но затем, может быть, их можно как-то применить в нашей жизни. Так, например, я вот не вставила тут пример, но есть тюлень, точнее, не тюлень, а маленький тюлень, робот называется Паро, и он такой очень мягенький и реагирует на тепло. Там у него несколько датчиков, он подает сигналы, там какие-то звуки маленькие, затем крутит там головой, и когда его гладишь, он запоминает как бы человека и тактильность каждого человека, который с ним взаимодействует, и затем подстраивается тоже под него самого, и он вообще терапевтический робот, который используется там в Японии сейчас, ну, потому что это была японская разработка фирмы. Будет, так что тоже очень такой миленький. Класс, класс. В общем, на следующем занятии мы думаем, через две недели пригласить робототехнику из этого, он проявит лекцию. Это пока, не знаю, точно, не точно, о которых мы объявим попозже в Телеграм-чате. Телеграм-чат все знают? Или мы все? Сейчас я ссылку тоже не могу на суть, хочу сброшу. Анна, я надеюсь, что у вас больше появится идей тоже за то, что говорили. Так, сейчас я... Это наш Телеграм-чат. Кто хочет присоединиться... Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а как нас найти еще? Какие-то девчонки где-то... Ну что, тогда всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пока. До свидания.